Уважаемые друзья, здесь с Волги приехал депутат областной думы, Саратовской областной думы, Бондаренко Николай Николаевич. Я думаю, его командировала вся областная дума, она его прекрасно знает, да и вся Россия знает Бондаренко. Николай, иди сюда. Давай, подойдите, пожалуйста. Друзья, я приехал издалека, и я скажу, что сегодня за этим вопросом следит вся страна. Они не понимают, какую яму они серуют. Люди хотят жить обычной жизнью, детишек воспитывают, ходить на работу, пусть не самую высокооплачиваемую, а и власть делает все, чтобы людей втянуть в политику. Они вначале протащили пенсионную реформу, люди промолчали, потом обнулили путинские сроки президентские. Сейчас они говорят, ребята, вот у остался единственный островок социализма, единственный островок достойной жизни. И Груденин талантливый руководитель. И мы, говорит, сделаем все, чтобы из этого устроить показательную порку, чтобы нас всех с вами запугать. Я не поверю ни на секунду, что президент Путин не имеет к этому никакого отношения. Что у администрации президента нет планов свести счеты с Грудининым за его смелую позицию, которая, соответственно, была озвучена им в рамках президентской кампании 2018 года. И я понимаю прекрасно, что есть жулье, которое хотело бы не просто наказать, а еще и свои грязные ручки мерзкие погреть. Ведь земли совхоза 2000 гектар, 80 миллиардов рублей, они все застроят, сделают из них эти человейники. Ровно так же, как застроили и уничтожили и снесли все остальные предприятия с десяток, больше десяти, около МКАДа. Нам здесь с вами что говорят? Да это, говорит, вот это развал, вот это разруха. Это же, говорит, при Ельцине было. При каком нахрен Ельцине? Это Владимир Владимирович Путин здесь, в нескольких от нас километрах, значит, за стенами Кремля, сидит и потирает ручки и говорит, отлично. Вот это именно то, что нам нужно. Идите, рушьте. Единственное, что сегодня ими движет, единственный закон, единственный инстинкт, это жажда наживы. Единственное, что им нужно сегодня, это чтобы все позволили, чтобы все своим молчаливым согласием одобрили и сказали, да рушьте сколько хотите. И я сегодня вам ответственно заявляю, что в тот момент, когда эти неправосудные решения, этих карманных судов, которые под силками стали для этого режима, когда они будут наносить нужные решения, которые им там пишут смс-ками, да или нет, и в какой последовательности это должно быть. В тот момент, когда Грудинина будут отстранять от должности, это будет спусковым крючком для всей страны. И я уверен, я сам для себя это восприму, как сигнал, что нужно бросать все и ехать в Москву. Что после этого нам не оставляет власть возможности терпеть. Это условия нетерпимости, да, это условия, при которых, ну, они сами себя вынесут в приговор. Поэтому я сегодня сюда приехал издалека, у меня большие планы, надеюсь, у многих пойти прямо в зал суда. Я имею на это право, я депутат, мы здесь многие журналисты, у нас есть документы, это открытый процесс. И мы должны выйти, значит, и в лице нашего общества, чтобы судья, чтобы вот эти вот, значит, вся эта жульковатая система увидела, насколько мы не хотим больше это терпеть. Увидела наше негодование. Я думаю, что это тоже сыграет свою роль. Поэтому через сколько у нас? Через 10 минут? Пойдем, я думаю, обязательно.